Продолжаем наблюдать реальность, игру, жизнь, фантазии нашего ума, эксперименты, различные роли нашего «Я» и, конечно же, наш эксперимент «Как написать книгу за 90 дней» и сегодня день 34. И сегодня я вам расскажу о некоторых интересных фактах, которые я узнал и которые связаны со словом «литература». Литература – слово, которое мы очень часто употребляем в своей речи, абсолютно не задумываясь, что же это такое. Нам кажется, что нам и так понятно, что это такое. Но если мы с вами посмотрим, что же говорят об этом исследователи, ученые, литературоведы, то окажется. Итак, литература в переводе с латыни значит «написанная». Вот так вот, ни много, ни мало, всего лишь написанная. Вот, кажется, все, что написали, то и стало литературой. Но, оказывается, для того, чтобы стать литературой, текст должен соответствовать некоторым универсальным свойствам. Первое. Текст должен иметь авторство. Причем, даже если автор неизвестен, имя, текст должен соответствовать тому, что был некий автор, который писал произведение, а в завершении поставил точку, и все. И больше ничего уже не меняется. Второе свойство. То, что текст обязательно должен быть написанным. Устные тексты считаются уже не литературой. Как ни удивительно. Ну, и третье свойство. Это то, что тексты должны быть написаны и соответствовать не каким-то знаком непонятным, не каким-то схемам. Они должны обладать звучанием языка. То есть словами, предложениями, абзацами, главами какими-то. Вот таких три универсальных свойства есть еще другие свойства. Но вот эти считаются свойства три, универсальные. И вот что удивительно. Из этих трех свойств, из каждому свойству, одному, есть еще куча исключений. Но я не буду вам сейчас говорить об исключениях, о спорах, которые ведутся. Соответствует ли тот или иной текст литературному произведению. Соответствует ли, относится ли к литературе устное какое-то фольклорное произведение. Это уже мы пойдем далеко-далеко в теорию копать. Я вам рассказываю вот то, что мне показалось интересным. И поэтому дальше еще о литературе хочу сказать о видах литературы. Литература делится на несколько видов. Итак, один из видов это художественная литература. Всем понятно. Это то, что мы с вами пишем. Произведение, которое обладает сюжетной линией, в которое есть, возможно, реальные события, в которых есть художественные образы, в котором есть, конечно же, какой-то художественный вымысел. Следующий вид литературы это документальная проза. Документальная проза, сами понимаете, это что? Это какие-то реальные события, без всяких художественных вымыслей. Дальше, следующий вид литературы это мемуарная литература. Это произведение, которое написано человеком о реальных событиях, но он в этих событиях сам принимал непосредственное участие. Следующий вид литературы научная, научно-популярная. Литература. Само название говорит о себе. И я, когда раньше рассказывал о стилях, я рассказывал как раз и о научном стиле. Вот это все к научной литературе относится. Следующий вид литературы, справочная литература. Это сюда будут относиться словари, справочники, энциклопедии. Дальше, со справочным видом. Следует учебная литература. Еще один вид. Учебная литература тоже сама за себя говорит. Это учебники. Ну и еще один вид литературы, который выделяет, это техническая литература. Это какие-то инструкции по техническому ремонту и обслуживанию или каталог каких-то деталей. Вот эти виды литературы выделяет. Но опять же, если углубляться в теорию, то будет много каких-то споров. И можно найти еще какие-то виды. Что мне нравится в изучении теории, я уже несколько видео снимаю именно не о практике, а о теоретических аспектах нашего писательства. Мне нравится то, что там можно найти для себя что-то неожиданно интересное о том, что, казалось бы, всегда знал. И вот о чем, какие мысли у меня в связи с этим возникли. Что мы очень часто в жизни изо дня в день проходим мимо каких-то зданий, строений, видов. Мы каждый день видим какие-то явления природы, восход солнца, небо. А иногда и не видим, потому что куда-то мчимся, быстро бежим. Мы общаемся иногда продолжительное время с одними и теми же людьми. И мы уже вот настолько привыкли, да, мы перестаем замечать какие-то особенности, там, скажем, улиц, зданий. Мы уже не обращаем внимания на природу, на пейзажи, на небо, на солнце. Нам кажется, что мы все это уже много раз видели и все это знаем. Так вот, изучая теорию литературы, я столкнулся с тем моментом, что когда ты начинаешь акцентировать внимание на том, что, казалось бы, ты знаешь, ты в этом открываешь что-то новое. И от этого жизнь вдруг приобретает более яркие краски, возникает удивление или радость от вот этого узнавания. Давайте будем каждый день, встречаясь с людьми, которых мы уже знаем много лет, наблюдая рассветы и закаты и небо, которые мы видим ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Давайте смотреть на все это как будто в первый раз и находить в этом что-то новое, радоваться жизни в моменте, здесь и сейчас. Не замыливайте взгляд, убирайте шоры, снимайте розовые, голубые, солнцезащитные темные очки и смотрите на все, как будто вы только что впервые это увидели. И для вас это удивительно, интересно и познаваемо. Ну а мы продолжаем с вами писать нашу книгу, продолжаем наблюдать жизнь, продолжаем наблюдать себя. Я желаю всем удачи и до встречи в завтрашнем дне.